Всем привет! Сегодня поговорим о сборочке Linux Mint 18.2 X-Face. Любопытная получилась сборочка. Я только что проверил ее на виртуальной коробочке. То есть программа SystemBug нормально создает образ. Сейчас этот образ записывается на флешку, на жесткий диск и проверяется на виртуальной коробочке. То есть хорошая, нормальная, добротная сборка такая. Ядро обновил я здесь по самое не могу. Сейчас покажу вам. 4.13 и так далее. Понятно все, да? Значит, при обновлении с ядра 4.8 на 4.13 произошли интересные изменения с панелью. Она стала, скажем так, эластичной. Вот поясню на примере. Допустим, я добавляю сюда любую программу. Так, что у нас тут без открытия особого? Ну вот, допустим, сворачиваю ее. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, да? Дальше. Добавляю Udacity. Она автоматически, как бы, расширяется. Если, опять-таки, я начну закрывать все вот эти вот приложения, коробочку там закрою. Удacity закрою. Вот она опять сожмется, как говорится, максимальный вариант. Поначалу как-то непривычно казалось, ну, что всегда было дело такое статичное. В принципе, во всю Ивановскую была панель. Пробовал я тут закрепить ее, но при закреплении вот эта вот часть, она оставалась вот здесь. Так что, ну, ладно. В принципе, с этим жить можно. А так, все заявленные программы практически работают. Значит, SystemBug, коробочка последней версии. Значит, QT5. Значит, ну, пылесосик, значит, поставлен. В старой версии 17.3 у меня стоял Ubuntu Twig. Ну, коли они поддерживаются, я, значит, поставил Ubuntu Cleaner. В принципе, тот же самый урезанный Ubuntu Twig, я так считаю. Ну, ничего, в принципе, программа нормальная. Позволяет за собой периодически там всякий мусор чистить, который накапливается со временем. Вот остались старые ядра у меня от 4.8. Вот сейчас убирает она их. То есть, ну, абсолютно нормальная программа. Абсолютно нормальная рабочая среда или рабочий стол. Значит, TeamViewer, ну, у меня везде присутствует всегда. TeamViewer совместно со Skype. Вот, со Skype. Это две программы, которые позволяют пользователям, находящимся, находящимся в самых различных участках, как говорится, нашей планеты, общаться с друг другом и помогать через TeamViewer там в настройке самых различных там программ и так далее. Вот. Программа для скачивания Туринг-файлов, программа для скачивания просто файлов больших размеров. Два браузера. Значит, Google Chrome и, значит, Mozilla Firefox. Вот она. Также для общения программки есть WhatsApp. У кого на мобильничке WhatsApp стоит, могут синхронизировать свой WhatsApp с рабочим доступным вариантом. А есть еще программка Vaya. Тоже неплохая. Набирает популярность. Ну, две кладовочки. Одна на больших размерах, 50 гигабайт, новозеландская. Ну, и другая, небольшая, Dropbox. Ну, тоже, в принципе, неплохая. Загрузчик видеофайлов. Вот все, как говорится, такие вот чудеса здесь имеются. Ну, что я скажу, что... Программа практически все работают. Я их тут сидел, поднастраивал. Ну, вот, допустим, SM Player уже всем известный. Значит, я этот проигрыватель люблю. Люблю за то, что у него есть вот поисковик самых различных там видеороликов на трубе. Вот, поэтому вот здесь вот вводите там название любой группы, или русской, там, или иностранной. Вот, и получаете ролики, значит, на эту тему. Так что, смотрите. Также еще есть программа вторая. Я сейчас записываю Simple Screen Recorder. А есть еще программа для записи с экрана OBS Studio. Тоже поднастроенная она у меня так... Долго там я подыскивал самые разные режимы. Пока вот не нашел, что просто... Вот такие вот параметры на матроске. И дают они, скажем так, максимальный выхлоп. Ну, здесь поменял повыше частоту поставил. Вот всегда вот эти две галочки надо отмечать. Третье поле и пятое. Потому что они обычно стоят, значит, или Disabled, там, или еще что-нибудь такое. Вот, вот ставьте вот так вот, чтобы было. Видео, значит, вот. Я поначалу делал 1920 на 1080. У меня получалось, что... Ну, так мощность компьютера ел, что ой-ой-ой, не моги. Оставил все как есть. Ну, уже когда ролики, значит, редактировал... В редакторе видеороликов OpenShot. Тут уже делал свои настройки. Частоту задавал 30 кадров в секунду, там. А, значит, качество 1080... А, 1080 и... 25, по-моему, да. Да, 1080 и 25 кадров в секунду. Вот практически и все. Ну, все работает, все крутится. Значит, ну... Теринга, значит, здесь нет. Легко проверяется. Вот я сейчас включу. Обычно в режиме слайд-шоу всегда появлялся теринг. Я вот сейчас специально прервусь, и мы посмотрим. Итак, вот давайте посмотрим, как тут и что. Я тут... Участок как раз вот. Видите, да? Что никаких дерганий экрана при записи программы для записи с экрана нет. Все плавненько, как говорится, и нормальненько. Так что... С терингом здесь проблемы тоже, как говорится, решились. Ну, что еще могу сказать. Зборка сама по себе получилась такой легенькой. Опять-таки повторяю, что как всегда, значит, команда... Кто там они чешутся, я не знаю. Вот. Офис опять-таки был 4, там 5.0, что-то такое. Вот. Поставлена самая последняя и самая свежая версия офиса. Причем в последних версиях офиса очень легко всегда все это дело проверяется. Вот справка, проверка обновлений. Вот. Последней версии стоит. Все. Вопросов нет. Значит, LibreOffice здесь поставлен последней версии. Ну, мне это было там поставить там несколько минут. Ну, не несколько минут, конечно, но несложно. Вот. А так вообще-то... Я скажу, что... Зачем это дело делать? Выпускаете, как говорится, новую версию 18.2. Ну и старайтесь на нее там все самое такое тоже свежее поставить. Вот. Ну, ладно. Это уже мои, как говорится, бурчалки. Значит, у каждого там могут быть претензии по поводу и... Вот. Ну, в принципе, для чего эта сборка, значит, сделана? Значит, я отметаю в сторону все эти долгие песни о том, что вот... Да зачем эти сборки? Да вот сами. Я не имею ничего против тех, кто своими ручками возьмет, скачает официальный образ, установит его и настроит. Ну, большинство людей на это просто нет времени. И многие мне отписываются под моими сборками, что скачали, сборка поставилась нормально, часть программ я там, допустим, убрал, а часть своих поставил. Спасибо. Все ясно, как говорится, и понятно. Вот для чего делаются, скажем так, авторские сборки. Значит, то есть, понимаете теперь различия между официальным дистрибутивом, то есть, скажем так, это голый дистрибутив, на который еще нужно приложить много усилий, чтобы его поднастроить под себя. Или, допустим, уже вы качаете готовую авторскую сборку. Здесь гораздо легче. Вы просто берете, удаляете ненужное и ставите свое. Трудозатраты в данном случае у вас в десятки раз, как говорится, уменьшаются. То есть, экономия времени просто огромнейшая. Поэтому, пожалуйста, мне там под видеороликом больше не пишите. А вот зачем там эти сборки? А вот затем. Объяснил ясно и понятно. Эти сборки сделаны для ознакомления. Чтобы человек, который заинтересуется Линуксом, чтобы он там голову не ломал и не искал там по всему интернету, чего там, как, куда. А взял, поставил все готовое из коробки. И у него все работает. Вот для чего. Да и для той же популяризации Линукса среди людей и среди пользователей. Ну, ладно. Значит, в принципе, сборочка эта будет у меня лежать на кроке, на кладовочке. И под видеороликом будет ссылка, откуда ее можно будет скачать для ознакомления. Контрольная сумма будет дана. Действия ваши такие. Если решили ознакомиться, мы зашли на крок, скачали сборку, проверили контрольную сумму или сразу сборку проверили на виртуальной коробочке, если она у вас установлена. А там дальше уже решаете. Или на флешку и записать. Если записали на флешку, стартаните с флешки, посмотрите там, как все у вас работает. Решили поставить на жесткий диск. Значит, разметку жесткого диска сделайте сначала. Выделите, ну, сколько? Ну, от 50 до 30 гигабайт обычно для таких экспериментов хватает. Выделите раздел такой на жестком диске. Ставьте туда эту сборку и гоняйте ее в хвост и в гриву. Проверяйте буквально все программы, как там они работают. Если где-то там программа пишет, что надо обновиться, обновитесь. В менеджер обновлений там что-то попросит обновиться, там обновитесь. У вас-то исходные варианты все равно на флешке будет записан. Что пошло не так, снова флешки взяли и восстановились в любой момент. По этому поводу, значит, еще раз хочу подчеркнуть. Вот имеется, значит, сайт. На этом сайте, значит, у меня специально, вот, имеются основы для начинающих. От и до. Все этапы. Дальше, значит. Вообще, по каким операционным системам я делал, как говорится, обзоры. Вот, пожалуйста. Вот по большинству из программ, которые, значит, установлены. Тут и аудио-видео, и интернет, и внешний вид. Тут многие всегда коночками интересуются. Вот, по большинству программ практически у меня сделаны видеоролики. Вот. Открываете любой файлик, смотрите его, как говорится, и просвещаетесь. Вот таким вот образом. Значит, для тех, кто интересуется практическим применением Linux, то есть, как средство заработка, ну, вот, очень полезный опыт Василия Козельского. Человек, ну, на все, как говорится, на все эти, там, препоны, и начал ставить Linux в детских садиках, в школах, в домах культуры. Все. И это практическая такая у него линия. Он заключает договоры с различными учреждениями, устанавливает им Linux, обучает людей, и деньги за это получает. И этим и живет. Ну, как говорится, честно живет. Не грабит никого ничего. Нормальная работа. Поэтому, посмотрите, ну, некоторые ролики могут вам показаться там длинными. Фильтруйте. Но самая главная суть-то, посмотрите, человек-то делом занимается, а вы чем хуже. Да, этим делом можно в любом возрасте заниматься. У меня, он, из Харькова есть один пользователь. Ему уже 90 лет. А вот этот молодой человек взял, как говорится, в 90 лет сам. По моим видеоурокам там, и еще там книжку читал. Вот. Установил себе Linux. И доволен человек. Все нормально. Сейчас еще решил подзаняться, пишет, что там системным администрированием, но время у него там не совсем хватает. Так что, как говорится, любви-то все возрасты покорны. Вот. Ну, читайте подробно. Значит, еще обязательно. Что-то вопросы возникнут. Ну, вот же есть форум. Вот на форуме зашли, зарегистрировались, посмотрели, о чем, значит, люди говорят. Если, как говорится, не ваша тема, создайте свою и попросите, допустим, советы там или помощи. И народ здесь доброжелательный. Единственное, что здесь у нас очень строго, как говорится, если кто-то начинает много там выпендриваться, ай, я там супер-бупер, вот там я вас всех научу. Ну, таких быстренько убирают с форума. Нет. Хотите общаться, пожалуйста, общайтесь, общайтесь по делу. А кто там начнет свое я, как говорится, там выпячивает, ну, очень быстренько ему скажут, господин товарищ, до свидос. Все. Ну, ладно. Поэтому, значит, обращаясь на форум, будьте уверены, что, значит, в принципе, с вами должны обходиться достойным образом. Если вы посчитаете, что кто-то там из себя корчит кого-то, можете модератору сайта Сергею, значит, об этом деле, значит, сообщить, пусть он там это самое усилие привозит. Ну, ладно. Я, значит, желаю вам всего самого доброго. До свидания. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok